Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Главное». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. И сегодня у нас специальный гость, с которым мы будем общаться путем связи онлайн. Это экс-премьер-министр Республики Молдовы Ион Стурза. Господин Стурза, добрый вечер, рада вас приветствовать у нас в эфире. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Я очень рада, что мы нашли способ для того, чтобы связаться с вами. Давно хотели вас к себе пригласить в студию, но так как пока такой возможности нет, я думаю, мы скоро ее реализуем. Так как вы давно у нас не были на интервью, господин Стурза, хотелось бы узнать, вы сейчас живете в Румынии? Скажем так, я застрял сейчас в Румынии. Обычно я не провожу больше, чем пару дней в одном месте. Я много путешествую между Кишиневом, Пухарестом. Сейчас я в Румынии, да. Когда планируете приехать в Кишинев? Первый же день, когда будет эта возможность. Когда будут открыты границы? Ну, в принципе, они открыты, но согласно правилам, нужно самоизолироваться 14 дней. И мне, конечно, не хочется приехать для того, чтобы только сидеть дома. А придерживаетесь вы карантина, каких-то правил, которые, так скажем, предписаны эпидемиологами? Абсолютно. Я, кстати, это сразу же в начале эпидемии призвал и всех жителей Молдовы придерживаться рекомендациям и правилам, которые устанавливают официальные лица. В Румынии было очень жестко с этим делом. У нас был реальный карантин. Мы сидели в прямом смысле дома. Не выходили. Или выходили только в строго определенное время. По строго определенным поводам. С пропуском. Это очень похоже было на то, что было в Москве. И это помогло, наверное, потому что сегодня уже практически полный, как мы здесь называем, релакс. Хотя люди продолжают придерживаться. То есть, но вы дисциплинированно все исполняли. Абсолютно. Господин Стурза, я признаюсь, что вы предлагали этот эфир записать немного ранее, но я попросила вас, чтобы мы записали его именно сегодня. Признаюсь, почему. Потому что тогда, когда вы были популярны, когда вы были у власти в Молдове, я была еще совсем ребенком. И мне нужно было для подготовки к этому эфиру узнать как можно больше информации о вас. И я скажу, что и мои коллеги моего возраста очень мало о вас знают. Поэтому сегодня я хотела бы, чтобы мы обсудили и некоторые моменты с новейшей историей Молдовы, с того момента, когда вы были у власти. Хотелось бы у вас спросить. Вы в одном из интервью сказали, что молодые политики – это скорее недостаток. Потому что вы вспоминали, что вы были самым молодым министром, самым молодым премьер-министром. Вы говорили о том, что вам это очень сильно мешало. Скажите, вот в тот момент, когда вы были премьер-министром, значит, о чем-то вы сожалеете? Значит, какие-то моменты, что вам вообще мешало? О чем вы сожалеете? Может быть, есть моменты, чем вы гордитесь? Давайте немного вспомним те времена. Ну, сам факт, что после 20 лет люди вспоминают, обсуждают – это, наверное, все-таки интересный феномен. Конечно, для молодежи то, что происходило в конце 90-х, начале 2000-го, не столь важно. Конечно, есть много вещей, которыми не я их определяю, что они были важными для развития страны. История определила. Это ряд реформ, которые мы провели в относительно короткой сроке. И которые, кстати, за исключением одной реформы территориальной, не были отменены следующими правительствами, в том числе во времена господина Воронина. И они действительно оказались фундаментальными для рыночной экономики, для развития экономики страны, для бюджетной сферы и так далее. Конечно, по прошествию... По прошествию. Да. Есть новый опыт, есть новые видения. Многие вещи, наверное, нужно было делать совершенно по-другому. Но, тем не менее, я думаю, что опыт был положительным. И сегодня говорят очень много о технократическом правительстве. Так вот, мы были в каком-то смысле технократами, потому что мы были сконцентрированы 100% на то, что нужно сделать для экономики, для социальной сферы, для того, чтобы в конечном итоге поставить на новые рельсы страну. Но, как я понимаю, что вы пострадали от того, что вы были технократами, и что у вас не было никакой политической опоры и поддержки? Ну, как бы мы были политическими фигурами, потому что я избирался в парламент, я был членом партии. Но что... Но отправили вас в отставку политические силы по вымышленным предлогам, что вы не были готовы к зиме. Ну, вы знаете, никто нас не хотел отправлять в отставку, когда был жесточайший экономический и социальный кризис. А когда вещи стали улучшаться, или ситуация стала улучшаться, политики, настоящие политики. И с левого фланга, и с правого. Вы помните, что тогда объединились Рожка, Лучинский и Воронин против меня. Ну, конечно, они отправили меня в два счета. И, кстати, для меня лично это был подарком, потому что я не по своей формации, не политик. Да, действительно, это был период очень жесткого экономического кризиса 1998 года, августа. Это была стена, мы просто уперлись в течение буквально нескольких дней в стену, и нужно было решать вопрос. И тогда не до эмоций было. А что касается опыта жизненного, да, это я могу признать, что у нас не было жизненного опыта. Многие вещи мы делали больше по интуиции или по книгам. Для правления, когда в твоей ответственности судьбы людей очень важно иметь жизненный опыт. И, кстати, вот я общалась, более старшее поколение вас знает, и когда я о вас спрашивала, некоторые действительно с восхищением о вас отзывались, потому что признавали то, что вы взяли страну под свое руководство в очень сложный период. Но некоторые, в принципе, я как понимаю, что являлись тогда вашими противниками, и сейчас довольно-таки сдержанно о вас говорят. Господин Стурзе, скажите, в 2015 году вы, несмотря на все то, что произошло ранее, сказали, также заявляли о том, что я хочу не аффилированное технократическое правительство. Почему, кстати, тогда, в 2015 году не удалось проголосовать за вашу кандидатуру в парламенте? Что помешало? Какие подводные камни? Идея была создать правительство, техническое правительство, которое позволило бы стабилизировать политические процессы. Вы помните, что тогда был тотальный бардак, извините за слово. Не удалось, потому что господин Плохотнюк достаточно обильно, или достаточно так... Мощно. Да. Ему удалось убедить, что он лучше остановит русские танки, если можно так сказать. Ему удалось убедить, в первую очередь, американцев, что схема со мной неубедительная, не гарантирует то, что, скажем так, Молдова не станет российской вотчиной, как они. Это, знаете как, достаточно примитивный подход, но иногда срабатывает. Я по наивности своей, хотя мне уже не тот возраст, когда казалось быть не наивным, думал, что да, действительно можно в определенной конъюнктуре договориться всем в Молдавии, что на год-полтора нужно технократическое правительство, которое бы стабилизировало, занималось бы экономикой, социальными вопросами. В это время были подготовлены, проведены новые выборы. Но, вот, знаете, эти геополитические игры и видения, они возобладали. Господин Стурзе, а сейчас вы как считаете, технократическое правительство – это нормальный вообще подход? Вообще технократическое правительство – это ненормально. 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 Должны быть политические. Министры и премьер-министры должны быть экспонентами тех политических сил, которые получили мандат от избирателей. И должность премьер-министра и министр – это политические во всех странах. И они должны разрабатывать и проводить определенную политику, на которой они имеют мандат от избирателей. Временные правительства или технократические правительства, как правило, на определенный срок избираются или выбираются для того, чтобы преодолеть политические кризисы. Но это не правило, это, скорее всего, исключение. Поэтому, когда сегодня в Молдове кто-то говорит о том, что нам нужно правительство технократов, де-факто сегодня это правительство технократов. Ни один из министров не был избран. Он не имеет мандат политический. И даже политические партии, которые сегодня поддерживают это правительство, узнали из прессы о том, кто будет премьер-министром или кто будет министром. Это, в принципе, ненормально. В конечном итоге политическая борьба – это в том числе и о должностях, и о возможности ту политическую программу или видение, которое у человека есть, у человека политика есть, можно в жизни предвратить тем, что ты занимаешь определенную должность. Хорошо, Ион Михайлович, скажите, а вот сейчас не кризисная ситуация? Сегодня кризисная ситуация. Вы думаете, сейчас было бы уместно политическое правительство? Вы знаете, сегодня, наверное, кризис в такой глубине и ширине, что вряд ли мы встретим в истории Новой Молдовы такого кризиса. Потому что он не только политический кризис. Мы говорим о медицинском кризисе, экономическом, финансовом. То есть множество-множество кризисов. И, конечно, не столь важно, как мы относимся к господину Кику или к правительству, но вот эта ситуация зависания правительства, когда они не понимают, какой у них мандат, какая у них поддержка политическая, и сколько они еще пробудут в своих должностях, оно, конечно, ни в коем случае не помогает преодолению проблем, с которыми сегодня стало. Кстати, вы знаете, что некоторые эксперты сравнивают нынешнее положение дел в Молдове с 99-м годом, как раз с тем моментом, когда вы были премьер-министром в стране. Уместно ли вообще сравнивать? Это сравнивают, приводя в пример именно экономические показатели, которые сегодня в Республике Молдове есть? Нет. С одной стороны, сумма кризисов, которая сталкивается сегодня в Молдове, она значительно более глубокая и более масштабная. Чем в 99-м году? Мы говорим не то. Тогда был чисто экономический кризис, который перерос в финансовый кризис банковской системы. Тогда у нас были резервы очень маленькие, и возможность маневра была очень маленькая. Тогда мы вынуждены были цинично, честно говоря, отрубать то, что считали ненужным, для того, чтобы просто выжить. Потому что, вы знаете, 99-й год, 98-й год, что произошло? Это 98-й август, кстати. Тогда у нашего основного экономического партнера Российской Федерации случился финансовый коллапс, банковская система просто восстановилась. В результате у нас застряли на несколько сот миллионов долларов товаров и денег Российской Федерации. 90%, кстати, или 80% всего нашей внешней торговли было с Российской Федерацией. У нас было огромное давление на леи, на курс леи и так далее. У нас был достаточно большой внутренний и внешний долг, и у нас много было проблем. И тогда у нас не было большого маневра, потому что у нас не было таких валютных резервов, как сегодня. Сегодня 3 миллиарда, а тогда были 250 или еще меньше. Большой долг за газ, за должности по исторической, по зарплате, по пенсию. Сегодня у нас, конечно, резервы больше, и у нас есть большее понимание, поддержка наших внешних партнеров. Молтова получила в течение нескольких дней 360 миллионов валютного фонда без никаких условий. Но, опять же, сегодняшний кризис, он носит другой абсолютно характер. И мне иногда кажется, что наши местные политики и правительство, и президент немножко легкомысленно относятся к глубине кризиса, с которым сегодня сталкивается Молдова. Понятно. Господин Стурзе, немного отвлечемся и продолжим по сложившейся ситуации в Молдове. Скажите, по данным Форбс, вы владеете состоянием 90-95 миллионов евро, в то время как Кэпитал утверждает, что у вас активы на 84 миллиона евро. Кто из них прав? Никто не прав. Так у вас что, больше, чем той суммы, которая указана в источниках? Ну, знаете, если бы у меня был бы холдинг, который был бы в листинге на бирже, да, и мои акции были бы, котировка акций была каждый день, то, конечно, можно было бы говорить, что мой бизнес стоит столько или столько. Пока он, это чисто экспертные оценки, которые могут быть очень далеки от... Ну, а по вашим подсчетам, у вас более 100 миллионов евро или менее? Не могу вам сказать. Я придерживаюсь принципа, все, что больше 30 миллионов, никакого значения не имеет. Ага, понятно. Хорошо, господин Сторза, хотела бы спросить, 8 месяцев назад вы должны были встретиться с клубом молодых бизнесменов в Кишиневе. Вы встречались с молодежью? Конечно, я регулярно встречаюсь. Есть, кстати, у нас, у нашей молдавской молодежи потенциал? Конечно, есть. И мне всегда приятно встречаться с ними. Это совершенно другое поколение, которое выросло на интернете, на цифровой, как нам иногда хочется сказать, экономике, владеющей иностранными языками, много путешествующих по миру. Это совершенно другие люди. И, кстати, в результате этих встреч я еще веду менторат, сейчас меньше, но у меня постоянно было несколько десятков молодых бизнесменов в моей менторате. То есть я встречаюсь с ними, общаюсь, отвечаю на их вопросы. Многие из них сделали очень красивую карьеру и добились хороших результатов, безусловно. И в зоне IT, кстати, у нас в техпарке, который мы развивали в Клуже, был инкубейтор. Инкубатор. Вы продолжаете его развивать? Нет, я продал перед кризисом этот проект американскому университету. Но, тем не менее, там у нас прошли несколько сот стартапов. Из них самые лучшие были из Молдавии. Самые лучшие из Молдавии. И у меня, кстати, основные люди в моих тех компаниях – это выходцы из Молдавии, Молдовы. Очень интересно. Я, кстати, тоже очень часто участвую и принимаю участие в Клубе молодых бизнесменов. Там очень часто интересные гости, но именно лекцию с вашим участием я признаю, что не было там. Скажите, молодежь у вас не спрашивала, как вы заработали свой первый миллион? – Естественно, знаете, как большинство же любопытные люди, знаете, и хотят каких-то быстрых решений по жизни. Поэтому, знаете, если в Google посмотреть, что люди ищут, то, конечно, первая строчка – как похудеть. А вторая уже – как стать лидером, как стать богатым, красивым и так далее. Я им всегда говорю, и в отличие, наверное, от счастливчиков, я не родился ни богатым, ни красивым, ни здоровым. Мне все это приходилось добиваться в своей жизни. Поэтому существует единственная возможность преуспеть в жизни – это много работать. И немножко везения. Но везение – это 10%. – Но вы знаете, в журналистике сколько бы ты ни работал, миллион ты не заработаешь, согласитесь. Поэтому всегда очень интересно. Даже мне интересно, как можно в Молдове заработать миллион? – Вы знаете, заработать миллион – это только у Паниковского легко. На самом деле это сложно. Я счастливчик в каком смысле? Я одновременно и являюсь как бы по поколению 90-х годов, 80-х, 90-х. Это первые кооперативы, это перестройка, это потом возможность заниматься бизнесом. В 90-е годы было очень много возможностей, потому что все росло, все росло. К сожалению, очень мало людей из 90-х выжили, скажем, или сегодня могут сказать, что они продолжают заниматься успешно бизнесом и сохранили то, что заработали в 90-е годы. Но первые деньги, да, в 90-е годы были заработаны. Заработаны на промышленных объектах, на проектах, на экспорте, на финансовых услугах и так далее. Но серьезные, на самом деле, серьезные деньги я заработал после того, как уехал из Молдовы. В Румынию? Да. Нужно признать, что Румыния – это значительно больший рынок, возможность. Это Европа, это мир. Это совершенно другой масштаб. И в Молдове, конечно, там есть 3-4 человека, которые там заработали какие-то деньги, какие-то, или имеют какие-то активы. Но они не сопоставимы даже с средним бизнесом или с малым бизнесом в Румынии. Мы все-таки говорим о рынке, который сегодня в Евросоюзе 500 миллионов человек. И возможность сделать бизнес в таком масштабе значительно больше. Почему, я не знаю, в России значительно большие объемы благосостояния у бизнеса? Потому что там другой рынок. Я всегда привожу такой пример. Один доллар или евро, который ты инвестируешь в Молдове, принесет тебе еще один евро. В Румынии – 10, а в Англии, например, 50. Очень интересно. Спасибо большое. Вернемся к ситуации в нашей стране. Я читала внимательно все ваши социальные сети. Я вижу, что вы очень внимательно отслеживаете, комментируете то, что сейчас происходит в Молдове. Мы еще чуть позже поговорим о том, о ваших высказываниях, о ваших постах в социальных сетях. Но если я вас попрошу сформулировать, да, общее впечатление о ситуации в стране, как вы ее прокомментируете? Я могу сказать, я близко к хаосу ситуация, потому что сегодня нет политической силы или коалиции, которая могла взять на себя ответственность за то, что происходит в стране. Резкая активизация, скажем так, олигархов в изгнании, которые хотят дестабилизировать ситуацию в надежде на то, что они смогут избежать судебного преследования. Это видно невооруженным глазом. У этих людей никаких интересов в Молдове нет, кроме того, чтобы избежать правосудия. И, к сожалению, вот тот мандат, который был у парламента, он сегодня стал практически перестал существовать, потому что, опять же, миграция между партическими партиями, расколы и так далее. И что удивительно... То есть вы видите единственный выход до срочных выборов. Я правильно поняла? Вы на это намекаете? Вы знаете, что я хотел перед этим сказать, что что удивительно, что я наблюдаю, что происходит и в Румынии, и в других странах. Во времена вот этих тяжелых времен, времени, связанных с пандемией, с вирусом, политические партии в каком-то смысле консолидировались, перестали заниматься чистой политикой, борьбой ради... Простите, господин Стур, за что перебиваю вас, но вы знаете, тоже сначала мне было приятно, что у наших соседей, Румыния, Украина, мне показалось, что политический класс консолидируется, закапывает топор войны, и действительно свои силы концентрирует на борьбу с общим врагом, в котором они представляли COVID-19. Но мне показалось, на мой взгляд, что как в Украине, как и в Румынии, эта консолидация, она длилась недолго, и в принципе это все завершилось просто политическими заявлениями и декларациями. Ну, в принципе, политические заявления были во времена, скажем, активной фазы. Но что удалось этим странам? Удалось остановить продвижение вируса или пандемии, что, к сожалению, не удалось в Молдаве. Нет, не было консолидированной позиции. Вспомним, что в начале пандемии были выборы в Ханчештах, хотя нужно было их отменить, и это не было существенно, тот мандат и так далее. А потом и оппозиция, и власть занимались чистой политикой, они занимались медицинскими вопросами, или даже не медицинскими, а попыткой хотя бы каким-то образом подбодрить население, правильно направить, правильно дать советы. Это чистая политика в таком чистом молдавском стиле, к сожалению, получилась. Ну, что делать? Мы такая страна со своей спецификой. Спасибо, господин Сторзе. Мы вернемся к нашему разговору. После очень короткой рекламной паузы, дорогие телезрители, вас ждет впереди все самое интересное. Оставайтесь с нами. Итак, мы вернулись в студию. Напомню, что в эфире программа «Главная». И сегодня у нас в эфире специальный гость с нами на связи по скайпу экс-премьер-министр Республики Молдовы Ион Сторза. Господин Сторза, в продолжении нашей беседы хотелось бы у вас спросить. Вот вы говорите, что сегодня ситуация, связанная с числом зараженных COVID-19, она довольно-таки печальна в Молдове. Но недавно было интервью премьер-министра, который сказал, что да, динамика есть, количество зараженных растет. Но это связано с тем, что больше людей стало просто тестировать, стали тестировать. Поэтому, в принципе, и такие показатели. Но сегодня у нас смертность ниже, чем даже в Румынии. Вот на чем вы, например, основываетесь, когда говорите, что ситуация довольно-таки печальная? Ну, на той же статистике. У каждого, правда, своя статистика. Знаете, что существует статистика. Но я смотрю официальные данные. Большинство европейских, не большинство, а всех, без исключения, европейских странах, в том числе на Востоке, имею в виду Украина, Российская Федерация, устойчивое снижение. У нас идет устойчивый рост заболеваний. И это очень печально. Не потому, что можно сказать, что да, растет. Кстати, да, премьер-министр об этом сказал. Что его печалит, что везде есть снижение, действительно, динамика по снижению. А у нас там не сильная динамика роста, но у нас нет снижения. У нас сильная динамика роста, извините за выражение. Но самое печальное не это. Знаете, после почти трех месяцев закрытия экономики стран, люди возвращаются к тому, что сегодня называется новой нормальностью. Я это чувствую в Румынии. Я вчера бегал 40 километров по горам и встречал очень много людей, которые вышли на природу. В Австрии, в Германии, где у меня есть бизнес и дела, люди выходят. То есть два с половиной месяца фактически все эти страны были закрыты. Люди достаточно дисциплинированно выполняли указания властей. Это, наверное, два с половиной месяца – это предел возможности массового психологического состояния, чтобы выдержать вот эти ограничения. И чтобы как бы минимизировать экономический урон, потому что экономический урон тоже важно минимизировать. Ну и в то время, когда весь мир выходит, или, скажем так, по крайней мере, Европа выходит, Молдова растет. И меня лично это печалит, потому что я делаю свои планы приехать, увидеть своих родственников, увидеть своих партнеров, работников и так далее. А никак не могу спланировать. С 1 июля в Европе будут полностью сняты все ограничения на передвижение. Сегодня, в принципе, можно передвигаться. То есть люди восприяли духом, а в Молдове растет. Это очень печально. Хорошо, господин Стурзе, почему вы считаете, что будет еще больше хаоса? Вот, например, сегодня депутат от ПРО Молдова Сергей Сырбу заявил, что через пару дней расклад в парламенте поменяется. Напомню, что до этого, на этой неделе, лидер ПРО Молдова, господин Канду, сказал, что они готовы поддержать идею и технократическое правительство, которое предлагает платформа «Да», которое предлагает ее лидер, господин Настасья. Почему вы так активно выступаете против этого? Я это знаю, потому что это видно по вашей реакции в Фейсбуке. Я выступаю против, потому что я считаю, что сегодня безответственно отправлять в отставку правительство, какое оно есть, плохое, хорошее, отправлять в отставку без ответа на вопрос, «А что дальше?» Но они говорят, что они знают, что дальше, что есть кандидатура очень хорошая. Дальше будет хаос. Дальше не существует большинство в парламенте, дальше не существует какого-то склеенного видения, что делать с Молдовой. Я абсолютно уверен, что дальше будет хаос. Мне не нравится Дедон, мне не нравится мой односельчанин Кику, я их критикую и так далее, но я знаю, что такое правительство. Правительство – это не видео в Фейсбуке или фотографии для газет. Это тысячи вопросов, которые нужно решать ежедневно. Мы находимся в центре страшного кризиса, в первую очередь медицинского средства. Я – да, жест, да, окей, жест. Но на второй день должно работать новое, лучшее правительство. Я не хочу ставить под сомнение то, что кто-то может справиться лучше Кику. Наверняка есть в Молдове люди, которые справятся лучше, чем Кику и Каман. Но покажите мне эту возможность. Я думаю, что сегодня существу могут конъюнктурно существовать, существовать коалиции, которые сделают жест, и не будет никакой коалиции, которая составит что-то в СУС. И тогда мы будем месяцами с временным правительством, без никаких возможностей политически и организационно влиять на то, что становится в стране, и этот хаос углубится. Основная проблема, которая сегодня в стране, кроме того, что, скажем так, правительство не справилось в целом с ситуацией, это вот эта борьба или попытка беглых олигархов устроить этот хаос в Молдавии. Я абсолютно уверен в этом. И вот эти экспоненты, этот Фин, Канду, Сырбу, который он готов для любого, для что угодно там выступить и так далее, я им не доверяю, я знаю, что они являлись основными игроками в краже миллиардов, в захвате государства и так далее. Сегодня мне просто кажется, что абсолютно безответственно сегодня говорить о смене правительства без того, чтобы иметь какое-то решение. Хорошо, господин Стурза, но все-таки определенные заявления они делают. Я вам процитировала, что сказал господин Сырбу. Вы можете исключить то, что, если, например, мы предполагаем, что может повернуться ситуация таким образом, что снимает правительство Кико, вы никогда не рассматривали и не задумывались над тем вариантом, что вашу кандидатуру могут выдвинуть как кандидатуру антикризисного такого премьера? Конечно нет. Если так сложится политическая конъюнктура. Я понимаю, что вы сейчас против отставки правительства. Но допустим такой вариант. Во-первых, у меня нет желания сегодня ввязываться в эту драчку в Молдавии. Во-вторых, правительство без политической поддержки в парламенте, без стабильного большинства в парламенте не может функционировать. Да, мы можем управлять на техническом уровне, организационно и так далее. Но нужно продолжать законодательную часть, нужно бюджетную часть, нужно международные отношения. Это нельзя делать без парламента. У нас парламентская республика, у нас очень активный президент, который без маски ездит, собирает фотографии для фейсбука по Молдавии. А на самом деле правительство должно утверждать свои действия в парламенте. Так функционирует государство. Поэтому сегодня это самоубийство, прийти и сказать, да, я красавчик, знаю, как это надо сделать, а парламент скажет, ну да, иди ты со своими идеями. А что должно функционировать? Мы должны иметь действительный парламент, действительным очень четким большинством и оппозиция, которая должна их гонять, вот это большинство. И этот парламент должен поддерживать правительство. Это же бессмысленно, то, что сегодня происходит в Молдавии. Правительство выступает против парламента в одобрении одного из законодательных инициатив, которое бы открыло финансирование профсоюзов. Такого в мире не было, чтобы правительство было против парламента, который, по-моему, все должно быть наоборот. Поэтому нет, я для себя никогда и никогда не буду рассматривать никаких возможностей вернуться в политику. Заранее предвижу ваш вопрос. Для меня, моя позиция сегодня там, где я нахожусь, на старе, скажем, народа... А почему в 2015 году вы согласились? Тогда тоже была достаточно жесткая ситуация. И меня убедили, в основном внешние партнеры убедили, что нужно прийти и стабилизировать ситуацию для того, чтобы можно было бы организовать свободные выборы. Опять же скажу, что это, наверное, скорее всего, что это была моя наивность и ошибка, что я поддался на призыв. Я уже больше таких ошибок вряд ли сделал. Хорошо. Скажите, пожалуйста, 4 года назад вы называли господина Лянка своим учеником, своим другом. Что вы можете о нем сказать сейчас? Не оправдал мой ученик моих ожиданий. Что могу сказать? Ну, в принципе, для меня его профиль психологический, профессиональный не был никогда с загадкой. Он действительно очень интеллигентный парень. Он получил прекрасное образование в НГИМО. Был хорошим дипломатом. Но я никогда не скрывал, что я считаю его очень плохим администратором. Публично, кстати, он на меня обиделся. Я бы ему не доверил никаких административных функций. А функция министра имеет как бы и часть административных. Тем более премьер-министр. Он совершенно не понимает экономических, юридических аспектов администрации. Вот и случилось то, что случилось. Он попал под очень плохое влияние, скажем так. И вы знаете, я рассказывал, по-моему, наверное, несколько лет назад. Когда он стал премьер-министром, я предвидел многие проблемы, которые могут быть. И с аэропортом, и с банками, и так далее. Я пришел к нему, и все это рассложил. Сказал, Юрий, будь очень осторожным, потому что эти твои старшие братья тебе навязывают все эти... Это в каком году было, когда вы к нему пришли? Когда он стал премьер-министром? В 15-м. Не, не, не в 15-м, в 13-м году. Да, в 14-м году даже. Ну, в начале его премьер-министра. И он сказал, ну, знаете, если я не буду делать то, что мне говорит Филат, они меня отправят в отставку. Ну, я тогда сказал, ну, тогда кушай. До 15-го вы тоже очень-очень хорошо о нем отзывались. Да, ну... Я и сейчас хорошо о нем. Господин Стурзе, еще вот я вам говорила, что я общалась с людьми более старшего поколения, у которых спрашивала о вас. Мне почему-то один из них сказал так, что Филат и Цопа – это птенцы гнезда Стурзе. Вы можете это прокомментировать? Ну, вы знаете, Филат, Цопа и многие мои птенцы, в каком-то смысле, они были членами, скажем так, расширенной команды. Другое дело, что я после того, как ушел в отставку, перестал заниматься в любой виде, в любом виде политикой. Я занимался своим бизнесом, они пошли своим путем. В какой-то момент я их поддерживал, в том числе публично, но того же Филата с 2009 года я критиковал очень жестко. Все мы в Молдавии родственники и вышли из одного котла. Да, я заметила, что о Филате вы отзывались очень-очень нелестно, поэтому я удивилась, когда мне об этом сказали, что Филат – это также ваше детище. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас ваше отношение к господину Лянко, оно ровно такое же, как и господину Филату? Вы знаете, мне господину Лянко просто жаль. Он еще находится в том возрасте, когда он мог бы что-то делать, творить. Я считаю, что он ушел в тень. И, скорее всего, что в расследовании кражи миллиарда и других вещей, которые произошли в Молдове, он будет серьезно потревожен. И он делал это бессознательно, что он очень сознательно, что он там понимал, что там творится, или имел какие-то большие материальные блага от этого. Но для политика, для мужчины, когда другой человек, в данном случае я, тебя жалеют, это, наверное, не самая лучшая ситуация. Что касается господина Филата, ну, знаете, для меня не было сюрпризом то, что с ним произошло. И он понес очень суровое наказание за свои политические, и не только политические ошибки. И, скорее всего, что эта эпопея еще для него будет продолжена. Чисто в личном плане вы должны понимать, что мы были достаточно близки, мы проводили время вместе. Но семьи наши, дети знали друг друга. Но, к сожалению, власть портит людей. Понятно. Господин Сторзе, я сейчас процитирую вас. Вы это сказали в 2015 году. Вы сказали следующее. В отличие от тех, кто в лесах поет караоке, у Додона очень профессиональная команда. Он занимается настоящей политикой. Почему ваше мнение о господине Додоне так резко поменялось? Оно не поменялось. Категорично поменялось. То есть вы сейчас нелестно о нем отзываетесь. Вы, я вижу, что не считаете его уже профессиональным политиком. Не наоборот. Я сказал, что я должен признать, что я недооценил его. Я считал его политиком на 2-3%. Сейчас он реально имеет 50+. И это не какая-то фикция. Он был избран прямым голосованием. Он имеет достаточно, скажем так, серьезную поддержку населения. Он вырос как политик. Но он вырос как политик благодаря тому, что он в какой-то степени имитировал то, что делал Воронин. Это его ментор. То, что делал Плохотнюк. Но вот в сумме все получилось значительно хуже, чем и у Плохотнюка, и у Воронина. Ему просто повезло, что когда в Российской Федерации искали агента влияния, извините за это выражение, скажем так, друга в Молдове, а из-за отсутствия других личностей за неимением другого варианта остановились на Додоне. Но он, кстати, подвел очень сильно и лично президента Путина, и Российскую Федерацию. А в чем он подвел? По крайней мере, тем своим поведением в июне прошлого года и своими переговорами с Плохотнюком. Зная очень хорошо, что в Российской Федерации никто не хочет слышать. То есть вы считаете, что это не была маленькая партия большой игры, вот эти переговоры все? Слушайте, если бы я не знал Додона и не знал других игроков, я бы сказал. Я тогда в июне участвовал во всех этих делах, чтобы знать. И я был первым, наверное, кто заговорил публично и который поддержал идею ситуационного правительства для того, чтобы убрать олигархов. И поддержал и в российскую позицию, и в румынскую позицию, которая, кстати, была такая более гибкая, скажем так, и американская. Все было по-взрослому, и этот Додон знает, что все было по-взрослому, его переговоры, и о деньгах, и о других вещах, и так далее. Это его большая проблема сегодня. Опять же, политик Додона имеет две большие проблемы. Это его отношения с Российской Федерацией, которые близки к тому, чтобы та степень доверия, которая была, она исчерпала себя. И второе, это, конечно, нужно каким-то образом объяснить кульки. И это, кстати, не последнее видео, которое он получит. Вы понимаете, что во времена плохотинка... Вам кажется, что будут еще ряд видео каких-то? Конечно, там многочасовые, многодневные. А, кстати, вы говорили, господин Сторзе, вы говорили так же лет шесть назад, что вы очень хотите встретиться с господином... Ну, не говорили, что очень хотите, я не могу сейчас вас процитировать, что вы не прочь были бы встретиться и пообщаться с господином Плохотнюком. За все это время вам удалось с ним встретиться и пообщаться? Ну, вряд ли я такой. Я сказал, что, в принципе, у меня нет проблем встретиться с господином Плохотнюком. Вы это говорили в контексте того, что вы абсолютно со всеми политиками общаетесь и, ну, открытый для всех переговором. Вы лично знакомы с господином Плохотнюком? Нет, я не встречался с ним лично, но я общался с его ближайшим кругом, в том числе с Канду. И передавал ему различные приветы. Один из приветов был, чтобы они не ввязались в войну с Платоном экономическую. Потому что это приведет к непредсказуемым, например, последствиям для экономики, для банковской системы и так далее. Это была моя гражданская позиция, а не потому, что мне очень хотелось там каким-то образом влиять. Я общаюсь абсолютно со всеми, в том числе с окружением господина Дардона и господином Киркульт. У меня нет этих проблем. Конечно, иногда я переходишу некоторые грани со своим сарказмом. Но вы должны понимать, что всем Facebook – это страшная вещь. У тебя появляется эмоция, у тебя перед собой компьютер, ты быстро это все сбрасываешь. А если бы сейчас его ближайшее окружение, например, попросило бы у вас передать ему привет, какого содержания был бы этот привет? Чтобы он сдался молдавским властям. Потому что если он сдастся российским властям, ему будет значительно хуже. Понятно. Вы считаете, что это возможно? Он находится в Америке. Его штаты могут выдать, вы считаете, российским властям или молдавским властям? То, что я знаю точно, и могу вам сказать, это буквально в двухдневной давности информация, что Соединенные Штаты готовят его выдворение. Выдворение – это не значит выдача. Но он нежелательный персонал Соединенных Штатов. Он должен решить для себя, куда он дальше поедет. А какие ходы? Вот я просто не знаю этих процессов. Что обычно делают тогда олигархи, если, например, такая ситуация? Второй момент, господин Стурзе, у меня, например, другая информация. Опять же, от экспертов, от политологов, с кем я общаюсь. У меня информация о том, что господин Плохотнюк владеет целой кучей разных материалов. В том числе на молдавских политиков, в том числе на какой-то важной информации для Соединенных Штатов, за которую его никогда не выдворят из страны. И когда я пыталась им говорить то же самое, что говорите вы, они мне говорили, что за последние несколько лет США не выдавало олигархов из своей страны. Я опять же, я с вами беседую, я у вас спрашиваю, потому что есть очень много разных мнений. Вы знаете, ни один из олигархов, ни один из постсоветского пространства не был удостоен чести попасть в пресс-релиз Государственного департамента. Я напомню, что Помпелов сделал специальную декларацию по поводу коррупции и организованной преступности, который возглавлял его и был вовлечен Влад Плохотнюк. Но многие говорят, что это ему ничем не аукнулось абсолютно. Ему аукнулось, поверьте мне, что я не спрашиваю молдавских политологов. То есть вы считаете, что ему аукнется еще больше это в какой-то момент? Абсолютно. Процесс пошел. Можно понять, что в Соединенных Штатах это более-менее правовое государство. Если у тебя есть деньги, есть хорошие адвокаты, ты можешь годами там. Но там нельзя сказать, что вот там президент или госсекретарь дал указание и кого-то там экстрадирует. Он исчерпал свою карту антироссийскую. И исчерпал. И поэтому уже никто не верит. Может быть, есть наивные ребята здесь в Румынии, которые еще верят этому. Он исчерпал. Он исчерпал хотя бы этими же фильмами, когда он, опять же, по-взрослому вел переговоры о создании коалиции с Дадоном. Ну, которые, я не знаю, и Дадон, и он были абсолютно наивными. Владимир Путин ничего не прощает. Возврат самолета Рогозина – это та точка, которая была не возврата для Владимира Плохотнюка. Это была полная наивность считать и Дадона, и со стороны Дадона, и со стороны Плохотнюка, что кто-либо в Российской Федерации будет сотрудничать или откажет поддержку правительству, которое будет с участием Плохотнюка. Это глупость, просто глупость. Поэтому он, скорее всего, что будет выдворенный из Соединенных Штатов вместе с его семьей, я не знаю, где его семья сейчас, и он должен себе найти новое место жительства. Это может быть какая-то арабская страна, Африка, Латинская Америка. То есть, теоретически, это возможно, что он найдет какую-то другую страну? Безусловно, потому что существуют еще жюрисдикции. Хотя сегодня даже тот же Дубай уже… Нет, там тоже сегодня не хотят связываться. Вы знаете, когда мы говорим о таких людях, как Шор или Плохотнюк, это для нас они очень важны. Для нас они в какой-то трепет. А для стран, где они находятся, никто не будет связываться и иметь репутационные проблемы для того, чтобы их каким-то образом протяжировать. Нет. Хорошо, господин Стурза, скажите, пожалуйста, вернемся к господину Дадонук. Значит, вы о нем сейчас мнение такого, что он несколько, я как понимаю, что он оказался политиком больше, чем вы думали. Но давайте посмотрим, что говорят, что на предстоящих президентских выборах Майя Санду и Игорь Дадон – лидеры этой гонки. Вы согласны с этим или нет? Вы знаете, мое личное мнение ничего не значит для результата выборов или того, как видят Дадона в Республике Молдова. Опять же, если судить по социальным или соцопросам, два кандидата являются лидерами. Но вырос третий кандидат, причем очень значительно. Это так называемый кандидат индичиз или тот, который не решил для себя, за кого голосовать. Этот кандидат имеет около 60%. То есть цифры относительно остались те же у основных конкурентов, у Дадона, Майя и Санду. Но недовольство избирателей обеими кандидатами очень высокое сегодня в Молдове. Но если осенью будут выборы, если будут, то это будут два основных кандидата на функции президента. Вырос другой электорат, который не определился и не хочет голосовать ни за первого, ни за второго. Но любой политтехнолог вам скажет, для того, чтобы были шансы на победу, этот кандидат уже должен потихонечку заявлять о себе. Скажите, вы полностью исключаете, что вы будете выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах? Полностью исключаете. Вот именно потому, что вы сегодня сказали. Это одно дело, там иметь несколько десятков тысяч фолоров или друзей в Фейсбуке. И другое, чтобы о тебе знали или поддерживали. Подождите, а вас мало знают, я совсем по-другому сказала. Я сказала, что для того, чтобы вас интервьюировать, мне нужно было собрать больше информации. Потому что я вас не знаю так много, но я вас знаю, вы более старшее поколение, а вас знают очень хорошо и помнят. Поэтому в связи с этим я вот хочу все-таки выяснить. Вы исключаете полностью или мы можем еще допустить, что в президентской гонке зарегистрируется кандидат в президенты и он с Турзо? Конечно, можете исключить. То есть исключаем это? Абсолютно. И хотя некоторые, вы знаете, у некоторых какой-то там возникает определенный трепет и так далее. Нет. Я не буду участвовать, потому что я не занимаюсь политикой. Я не политик. У меня совершенно другая задача. Другой фрагмент жизни, другой этап. Знаете, я вступил в третий этап своей жизни. Я уже становлюсь сеньором. Мне нужно заниматься самой семьей, своими бизнесами. А вы знаете, мне многие эксперты говорят совсем другое, что вы как раз в том возрасте, когда уже люди построили бизнес, построили семью, детей вырастили, деревья посадили. И как раз они в том возрасте, когда они могут идти в политику и становиться президентами, первыми лицами. Вы знаете, если бы у нас было нормальное восприятие позиции. Да, позиция президента это высший политический пост. Но он должен быть реальным арбитром, реальным отцом нации, который бы он сглаживал все проблемы. Он бы не столько своими знаниями, сколько своим жизненным опытом помогал политикам, помогал правительству заниматься страной. Представлял страну за рубежом. Потому что это тоже очень важно. Посмотрите, сегодня, при всем моем уважении к господину Дадону, он практически нефрегментабельным. И он никуда не может поехать. Это был короткий период, когда они с Майя Сандо имели как бы марияж. И он куда-то еще выезжал. То есть президент, он должен быть лицом нации. Он не должен выращивать кур на своей даче. Он должен представлять нацию. Он должен быть Олком. То есть его и в Москве, и в Брюсселе, и так далее. Вот такого президента я бы хотел для Молдавии. Потому что заниматься экономикой, выращиванием клубники, должно правительство. Заниматься инициативами, законодательством, парламент. Каждый должен иметь цель. Но если сегодня президент, и это, кстати, восприятие населения. Ну, конечно, я только хотела вам напомнить народную мудрость. Что всегда собака похожа на своего хозяина. Что-то вроде того. Это интерпретируют очень часто на то, что всегда политик, которого избирает народ, это образ, это собирательный образ того народа, который голосует за него. Безусловно. Безусловно. Вы очень правильно подметили, что профиль руководителя во многом соответствует профилям нации. Хотя, бывают исключения. Хотя, конечно, бывают исключения. Конечно, можно сослаться на пример балтийских стран, которые изначально пригласили людей из диаспоры. Которые что-то сделали в своей жизни, имели богатый международный опыт, связи и так далее. Что, кстати, очень немаловажно для страны. Поэтому я для себя исключаю, потому что я не являюсь политической фигурой. Меня мало люди знают и так далее. Я исключаю. Хорошо, господин Сторза, вы сказали, что в 2015 году господину Плохотнюку удалось убедить международных партнеров, а именно посольства США, в том, что он лучше справится с угрозой русских танков. Скажите, а вот на данный момент, как вы считаете, насколько геополитические, так скажем, интересы, их присутствие в нашей стране влияют на повестку дня? Они до сих пор так же сильны или такого нет? Ну, во-первых, не посольство, он Нуланд тогда была заместителем госсекретаря, убедил. Хотя другая, очень влиятельная, кстати, часть американского, скажем так, у руководства, который, в принципе, поддерживал мою кандидатуру, она была совершенно другого мнения. К сожалению, к сожалению, это несчастье для Молдовы, что она является частью этой геополитической игры. Если вы заметили, я очень скептически отношусь к этому. Последний раз, я буквально несколько лет назад, предраслёг и Запад, и Восток. Предостерегали. Да, предраслёг, да, да, обратил внимание, извините за мой русский язык. У вас отличный русский, да, 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 я понятна. Обратил внимание на то, что по-прежнему, как бы, играется эта карта. Но эту карту нельзя положить на тарелку для молдаван. Для них, что Восток, Запад и так далее, это очень хорошо, и интересы в линии фронта геополитического и так далее. Но на самом деле людям хочется просто чуть-чуть лучше жить, да, более стабильно, более безопасно и так далее. Но, к сожалению, Молдова является частью вот этих игр и с Востока, и с Запада. Мы находимся в тылу, скажем так, конфликта между Украиной и Российской Федерацией. Мы находимся на границе НАТО, в Черное море. Это очень... Хотя этот кусок земли такой маленький и несущественный. И самое печальное, что мы в Молдове, нам нравится играть в эту игру, нам нравится ездить в Москву, в Бруссель, в Вашингтон, разговаривать с большими людьми о том, какие мы важны и какие мы, как бы, поддерживаем ту или иную политику. На самом деле мы должны поддерживать интересы нашей страны. Понятно, господин Сурзо, российский кредит это было политическое решение? В каком смысле? Подписание его или... Нет, его отмена Конституционным судом. Вы, как экономистом, были веские основания его остановить? Или это все же, по Вашему взгляду, мнению, с высоты Вашего мнения, решение было больше политическим? Это похоже было на политическое решение, но которое было принято на основе реальных проблем с этим кредитом в самом соглашении. И это произошло потому, что Игорь Николаевич Дедон захотел быть героем. И он провел абсолютно непрофессиональные и непрозрачные переговоры с Российской Федерацией. Если бы в этот процесс было вовлечено правительство, министерство финансов, специалисты, они, возможно, самортизировали. Сам по себе кредит – это хорошо. Сегодня любые финансовые ресурсы, которые приходят в Молдову, это хорошо. И я не видел никаких проблем. Если вы видели мои высказывания по этому поводу, я не видел никаких проблем. И не акцентировал на политическую составляющую. Да, я сразу обратил внимание, что существует там несколько таких недосказанных вещей. Во-первых, хочу вам сказать, что меня удивила форма этого соглашения. 200 миллионов на трех страницах. То есть, что сзади всего этого? Как обычно, это очень большой документ. Для него требуются десятки, сотни различных анализов и так далее. И в Российской Федерации, и в Республике Молдов. Для меня это все больше выглядело как документ или протокол о намерении, который должен был потом каким-то образом сформулировать в каком-то межгосударственном соглашении. Я так и не понял, что это было. Это был протокол, это был контракт. Скорее всего, что это был протокол о намерении. И нужно было делать это все прозрачно, нормально. Так, как делается с валютным фондом, с двухсторонних отношений с другими странами и так далее. В результате получилось, что получилось. Потому что Игорь Николаевич захотел быть героем. Он привел очень неодатированное, не подписанное фактически ксероксное вариант этого договора. Вот и получилось то, что получилось. Если бы он был сделан бетон, инициированы переговоры в короткие сроки, и проведены с участием всех заинтересованных сторон. Имел бы мандат человек, который подписывал это, как нормальный мандат. Было бы в курсе этого и парламент. Ведь это как делается. Вообще, вы должны понимать, что политика одно дело телевизора, и другое, что на самом деле происходит. И когда ты инициируешь такие, скажем так, достаточно сложные вещи, в первую очередь ты проводишь переговоры со всеми стейкхолдерами, в том числе с оппозицией. Ребята, вот есть эти предложения. Они могут не согласиться, но ты должен с ними тоже об этом говорить. А ты ночью приносишь какой-то в Фейсбуке протокол о намерении. Естественно, все это превратилось в политику и в антироссийскую кампанию. Что я, кстати, сожалею об этом. Понятно. Господин Сторза, мы подведем итоги нашей программы. И постараюсь я с вами, мы с вами постараемся, вы нам дадите, может быть, короткий политический прогноз на ближайшую перспективу. После очень короткой рекламной паузы, дорогие телезрители, вас ждет все самое интересное. Не переключайтесь. Итак, мы вернулись в студию. Напомню, что в эфире программа «Главное». Сегодня у нас в эфире специальный гость, экс-премьер-министр Республики Молдовы Ион Стурза. Господин Стурза, давайте вернемся к президентским выборам. Кстати, вот я говорила уже, цитировала, что в 2015 году вы говорили о том, в отличие от тех, кто в лесах поет караоке, вы имели в виду молдавского политика Рината Усатова. Но в то же время вы говорили, что если вам удастся, вы готовы со всеми политиками общаться, и вам даже было интересно было бы поехать в Бельце, посмотреть на то, как развивается город при Рината Усатом. Вы, кстати, были в Бельцах. И вообще, сейчас есть один опрос, но это опрос, который проводится интернет-порталом в Молдове известным. Так вот, там Рината Усатый является одним из лидеров президентской гонки предстоящей. Как вообще вы прокомментируете этот момент? Ну, знаете, мне трудно перевести на русский язык некоторые квалификативы, которые я даю. Я его считаю несерьезным. Ни как политик, ни как бизнесмен. Он, конечно, симпатичный парень, с ним интересно общаться. Он балагур, как говорят. Перспектива есть у него какая-то? Никакой. Никакой перспективы. Он имеет большую проблему. Сам по себе он проблема. Да, он, конечно, в зоне 10% он может быть. Как, я не знаю, Жириновский или другие. И так далее. Но он имеет, как я сказал, две проблемы. Первая, он сам. Как он видит, как он делает, как он поступает. И вторая, конечно, его проблема в Российской Федерации. Кстати, вот эти все опросы по интернету и реальность, это разные вещи. Ну да, с этим я согласна. Вот мне кажется, что даже в этом опросе есть и вы. То есть они взяли, видимо, самых таких популярных людей и включили просто в этот опрос, на их взгляд. Хорошо, господин Стурза, а какое будущее ждет господина Дадона, на ваш взгляд? Он должен выиграть президентскую гонку. Если он не выиграет, то у него могут быть очень серьезные проблемы. Скажите, а если нас ждут такие перспективы, о которых говорят представители оппозиции, что на следующей неделе могут снять правительство господина Кико? Ну, я думаю, что, скорее всего, нет. Что не хватит им ни куража, ни голосов снимать господина Кико. Если, как я уже сказал, если они это сделают, то это будет большая ошибка. И политическая, и просто с гуманитарной точки зрения. Скорее всего, что это правительство, как говорят, кыни-конечте или по-собачьему доживет до президентского срока. Ну, чтобы вы знали, что и господин Дадон очень недоволен этим правительством. Он, конечно, хотел бы совершенно другое правительство, более покладистое, более... Но в одном из своей публикаций на Фейсбуке вы написали о том, что господин Дадон уже дает менее 50%... Это я не могу сейчас вас процитировать, я просто помню, я читала все, что вы писали. Менее 50% он дает гарантии того, что это правительство сможет выжить до президентских выборов. Почему вы так написали? Потому что он теряет политическую инициативу. Дадон. Да, и чисто в человеческом плане я его понимаю. Он сейчас думает, а что следующее преподнесет олигарх или олигархи. А что он может еще преподнести? Вы знаете, об этих компроматах столько уже разговоров идет, наверное, на протяжении 3-4 лет последних, что люди уже сомневаются, а есть ли настоящий компромат? Ну вы, если считаете, что эти фильмы, если они, конечно, достоверные, даже не фильм, а маленький кусочек, это не является серьезным компроматом, то вы ошибаетесь. Потому что в любой нормальной стране это бы сразу же было инициировано политические процессы и уголовные процессы. То есть это очень серьезные вещи. Конечно, пока действующий президент, единственное, что ему грозит, импичмент. А импичмент, когда у тебя такой парламент, который сегодня... Потому что уголовный процесс сам по себе, он может затянуться на годы и так далее. Это очень серьезная вещь. Но как-то у нас иммунитет. Мы смотрели порно, и мы смотрели все, что угодно наших политиков. В любой стране мира, даже в Бурунге, это был бы мега-скандал. А у нас все это, ну, хорошо, можно пройти. Понятно. Хорошо. Какие шансы у госпожи Санду на президентских выборах? В этом контексте хотела бы спросить. Как вы думаете, сегодня госпожа Санду готова будет проголосовать за отставку правительства КИКу и брать на себя тем самым какую-либо ответственность? Ну, думаю, что она не будет голосовать, пока не будет и четкой перспективы. А что дальше? Конечно. Тем более, что все эти декларации со стороны оппозиции, что я, я, я хочу возглавить правительство и спасу страну и так далее. Да, понятно. Но об этом говорит господин Астасий. Он говорит, что он сегодня готов взять на себя всю ответственность за Республику Молдову. Как политик он говорит правильные вещи. И он, в конечном итоге, лидер партии. Он должен показать свою решительность, свою готовность возглавить правительство, спасти страну и так далее. Но это абсолютно нереально. Конечно, Майя Санду – это серьезный оппонент господина Додона. И еще не все сыграно. Наша проблема в том, что мы разделены, или страна разделена практически 50 на 50 между про и контра. Другие себя считают про, другие себя считают контра и так далее. И это, кстати, очень печально и по этническому фактору тоже, что русскоязычные без никаких ограничений или предварительных условий готовы поддержать Додона и наоборот. Для того, чтобы выиграть выборы в Молдове, сегодня нужно как-то двигаться, сделать какие-то шаги, консолидирующие все общество, интегрировать все общество. Вот вы меня спрашивали про гагаузов во власть или русскоязычных во власть. А у них и у нас их практически нет. Мы каким-то образом должны двигаться. Вот эта ситуация 50 на 50, она будет во многом зависеть от того, как власти в конечном итоге справятся с пандемией, как справиться с экономическими проблемами, они очень серьезные. И тогда, возможно, что президентство госпожи Санду просто будет предоставлено. Потому что все эти проблемы медицинские, экономические будут в основном ассоциироваться с Додоном. Хорошо. А вот на чей опыт ориентировались бы вы? Какой страны, если бы вы сегодня были у руля страны? Я на свой опыт был. Потому что я в 98-99 в основном опирался на опыт валютного фонда Мирового банка. Это было, в принципе, правильно, потому что мы имели относительно малый опыт государственного управления. Сегодня очень трудно сказать. Но в основном, конечно, это как бы лего, избирательная ситуация. Естественно, мы должны говорить сегодня меньше о либерализме, об торжестве глобальной демократии и так далее. Больше должны говорить о социальной ответственности государства, о социальной роли и так далее. Это видно, кстати, в этой пандемии, что мы не были подготовлены с точки зрения медицины, с точки зрения экономических стимулов для экономики и так далее. Поэтому у меня, вы знаете, у меня вообще нет идолов. Не в бизнесе, не в политике. Я слишком хорошо их всех знаю. Знаете, как мне? Я часто говорю, это не мои слова, правда. Когда смотришь сдалека на политика, он кажется иконой, когда приближаешь тотальную порнографию. Поэтому, да, я тоже не говорю, что мы должны развивать Молдову с молдавской спецификой. Нет, мы должны использовать опыт других стран. Но такая сборная. Понятно. Господин Стурза, Молдова остается захваченным государством? Нет. Кстати, новая легенда, что вот Дадон, новый Плохотнюк и так далее. Какой Дадон Плохотнюк? Он не способен таким быть, понимаете? Я хорошо знаю Плохотнюка. Тот, вы знаете, по своей природе был захватчиком, знаете, таким коршуном. Задавить, уничтожить. Это страшная, кстати, личность со всех точек зрения. Он красивый парень, он с этой точки зрения. Он не способен, если бы он даже захотел. И второе, сегодня в Молдове нет такой ситуации, что он может контролировать все. Он не контролирует в той степени, которой контролировал Плохотнюк силовые ведомства, и прокуратуру, и другие. Он, я думаю, судебную систему не контролирует. Он не контролирует теневые силы, которые имел Плохотнюк. Плохотнюк же имел свою армию практически, свою дознавательную систему, слежки, подслужки. И главное, что он делал, он имел десятки, сотни миллионов, сотни миллионов евро или долларов, которым он коррумпировал все, сверху донес, он их держал всех. Вот в этом его сегодня сила. Что он имеет на любой конверт, которым он передавал, он имеет документальную основу. В этом смысле, конечно, нет. Дадон не захватчик, он пытается. Ну, 28 мая вы у себя в Фейсбуке опубликовали пост. Он, правда, на государственном языке, но я процитирую вас тоже на русском. Вы написали этот акт предательства и саботажа, который находится внутри прокуратуры. Вы пишете о том, что это дает понять условия, в которых сегодня работает генеральный прокурор. Вы говорите о том, что все-таки будет хорошо, что он сильный. И говорите о том, что эти преступники будут разоблачены. Значит, не все так хорошо, по вашим словам? Естественно. Если кто-то думает, что кавалерийским наскоком или одним указом, или одним прокурором, будучи он генеральным, можно победить коррупцию и организованную преступность, это наивность. Смотрите, что произошло с так называемой кампанией чистой руки в Италии. Пшик. То они просто уничтожили всю элиту и в конечном итоге ничего не добились. Я верю в Стоянобул. У меня где-то интуиция. Я этого человека не так хорошо знаю. Мы, естественно, общались. Я даже его предлагал министром юстиции правительства, которым вы отметили 2015 года. Я верю ему, но я знаю, как ему сложно. И вот эта утечка видеофиксации допроса в прессу, это является свидетельством того, что там существует и саботаж, и предательство, и все что угодно. Ту систему, наверное, господин Стоянобул немножко тоже наивный. Он пытается разрушить или переделать, точнее говоря, в том числе своими евангелистскими проповедями, всю систему. И работать с теми же людьми и так далее. Но вы в этих своих высказываниях, господин Сторзе, вы все-таки высказываете уверенность в том, что будет свет в конце туннеля. Почему вы так уверены? Вы описывали, вы буквально три минуты назад так демонизировали ту систему, которая была до этого выстроена. Но в то же время вы сейчас высказываете уверенность в том, что все будет иначе, все будет по-другому. Почему вы так уверены? На чем вы основываетесь? Ну, вы знаете, вы должны прочитать и между сроками. Я понимаю, как сложно. Понимаю, как сложно господин Стоянобул и маленькие группы людей, которые вокруг него. Но, тем не менее, таким образом я хочу его поддержать в первую очередь. Я хочу поддержать оптимизм людей, которые все-таки верят в справедливость суда или справедливость, что закон восторжествует. Опять же, пока Стоянобула там, вещи будут двигаться. Не надо ждать от него каких-то очень таких феерических телевизионных картинок, связанные с наручниками, с каким-то политическими фигурами и так далее. Хочу рассказать, что, в принципе, самая его большая провокация сегодня не Платон, не Олигархин, не Плохотнюк. Самая большая провокация для него – не быть вовлеченным в политическую борьбу. Ведь сейчас же не спускаются в общественный оборот вещи, связанные с какими-то экономическими делами и так далее. Наоборот, они приглушают. Сейчас больше с политикой. Это как сложно. Где грань между политической игрой и преступлением, коррупцией и так далее? Тем более, что в Молдавии это было, ну, образом жизни коррупция. Как само собой разумеющееся. Да. И, кстати, и общественная реакция на все. Ну, окей, взял, дадон там, кулек с деньгами. Ну, как бы, кто не брал кулек с деньгами? Все брали. Но не таким образом, не от своего оппонента, как бы, это... И не торговал, как бы, российскими интересами. Ну, тут, как бы, вот это дано проблема. Но, возвращаясь, я верю в господина Стоянову, что он сможет профессионально построить, что он независим, что у него есть амбиция доказать, что можно что-то сделать в Молдове. Сам факт, что прокурор говорит о правах человека, незаконных арестах, он имеет кураж, имеет, как бы, в себе силы и смелость говорить о том, что вот эти все были фальсифицированные дела и так далее. Хотя он прекрасно знает, что тот же Платон, он по другим вещам, он, как бы, клиент еще тот. Это меня очень сильно, как бы, поддерживает. И я считаю, что мой гражданский долг и моя обязанность перед моими соответственниками поддержать такого прокурора. Понятно. Спасибо большое. Господин Сторзов, в завершении нашей беседы я не могу не затронуть ситуацию в Румынии, учитывая то, что вы сейчас там находитесь. Скажите, пожалуйста, как вообще в Румынии противостоят эпидемии? Что из румынского опыта, на ваш взгляд, было бы очень полезно перенять в Молдове? Ну, давайте не считать Румынию образцом. И вряд ли какая-либо страна образец. Вспомните ту же Швецию, которую все считали, о, прекрасно. А на самом деле оказалось очень даже печальный опыт. Весь мир растерялся, и ни один врач этого мира не может еще дать оценку того, как долго это будет длиться и чем это, когда это все завершится. Абсолютно. Но, возвращаясь к Румынии, здесь, я думаю, что была правильная реакция сначала. Жесткий карантин и жесткое ограничение в передвижении, локализация источников инфекции. Нужно понимать, что Румыния имеет большую проблему с 4 миллиона или больше 4 миллионов жителей Румынии сегодня работают за рубежом или находятся за рубежом. В основном в двух странах. Больше миллиона, кстати, диаспора румынская. В Италии и в Испании. И часть этой диаспоры, которая очень хорошо там себя чувствовала, не буду говорить какой национальности, и которая во время пандемии, она как бы имеет такой инстинкт самосохранения, она массово вернулась здесь и была источником. Основной источник, кстати, был в Сучаве, который очень печально, с моей точки зрения, несправедливо отмечал господин Кику. Но в целом справились. И как не критиковали систему здравоохранения, она тоже справилась в целом. Особенно в части лечения. Здесь протоколы медицинские достаточно серьезные, и которые имели поддержку. Самое главное, что Румыния – это государство. И не 30 лет, а сотни лет. И население понимает авторитет государства. И если что-то сказано, то нужно выполнять. А если ты не выполняешь, то можешь получить и по башке. Что и случалось в нескольких комьюнити здесь. С этой точки зрения, конечно, здесь справились. Простите, господин Сторзо, выполняешь, не выполняешь. Например, проводились комбатантов мероприятия на площади, массовые. В Румынии это чем бы могло обернуться? В тюрьмой. Тут были попытки неподчинения в цыганских поселениях. Я не знаю, на русском можно говорить цыган? Романы. Романы, да. Ну, романы. Извините. Их очень быстро... Нет. Было все... Знаете как? Здесь были... Военные ввели чрезвычайное положение, которое четко прописано в законодательстве. И все регулировалось военными указами. И там было прописано. Это можешь делать, это можешь делать, это можешь делать. Это ты не можешь делать. И все были... То есть не было такого, как в Молдове. Одно говорит комиссия по-чрезвычайному, а выходят многоуважаемые президенты и говорят, ой, лекутся. Ну, и давай без маски, без никакого... То есть комиссия по чрезвычайному положению стоит вообще во главу угла, пока объявлена чрезвычайная ситуация. Абсолютно. И были... Самый важный элемент, который я... Вот кто читал мои высказывания в постах, я говорил, ребята, очень важно нормально коммуницировать с населением. Что здесь сразу же сделали... В Румынии создали ячейку стратегического коммуникации с населением. И этим занимались профессионалы. Это было видно. Кого они избрали для того, чтобы выйти перед народом. Чтобы говорить по этой... По военным вещам, по этим рестракционным. Там вышел министр внутренних дел. По медицинской они тоже выбрали симпатичных людей, которые могли говорить. Профессоров медицинской. Которые имели лицо людей, которые импатировали. То есть они были симпатичными. Когда выходил такой профессор и говорил мне, «Эй, носи маску, сиди дома, мой руки». Я сразу шел мыть руки. Вот это... Как... А у нас... Восприятие совсем другое было. А у нас выходил Кику и говорил, похороним вас на днях. И если вы не будете сидеть дома, то будете в накладнице. Ну, как это можно говорить? Или говорить о женщине, которая жаловалась, что она там, извините за выражение, писает в горшке в больнице. Он говорит, «Главур! Такое себе представить невозможно». Вот эта двойственность мессенча. Здесь не было. Здесь это было очень четко сказано. И постоянно. Каждый день мы с нетерпением ждали в 2 часа и в 7 часов вечера, что нам скажут. И мы выполняли, как нам говорили. Понятно. Господин Стурза, вы все-таки общаетесь с определенным кругом политической элиты в Румынии. Скажите, как они вообще воспринимают и относятся к коалиции партий-социалистов и демократической партии? Вы знаете, давайте... Вот я вам скажу, на самом деле, как есть. Потому что очень много спекуляций насчет этого. Насколько Румыния вовлечена в политические процессы, в Молдавии, на официальном уровне практически никак. Я часто встречаюсь с полной пассивностью или без интереса относительно Республики Молдова в Министерстве иностранных дел, в президентуре. Они вспоминают о Молдове, если какой-то скандал, и то реагируют так, а не лично. Или же, когда выбор в политике, потому что там 25-30 тысячи голосов, которые очень важны. И так далее. И более того, что я считаю ошибкой, что они полностью или в какой-то большой части оставили фактологическую часть отношений или отдали ее на откуп различным неправительственным организациям, различным экспертам и так далее, которые иногда больше вредят нашим отношениям, чем помогают этим отношениям. Поэтому, когда очень часто говорят, вот это официальная позиция Бухареста, на самом деле это какой-то эксперт, который получает деньги или получал деньги от Похотнюка, высказывался и выдается такая официальная позиция. И также нельзя считать румынской официальной позиции то, что говорят евродепутаты, которые сами по себе интересная фауна. И так далее. Есть очень много информационного шума, но, вы знаете, когда всем моим приятиям и неприятиям, я опять же говорю, лично господину Дадону или господину Кипу, я как бы, еще очень важно наладить канал переговоров или канал общения, да? Я разговаривала в Кишиневе с людьми и здесь, и так далее. И, казалось бы, мы уже нащупали, потому что должны быть, несмотря на идеологические разногласия, геополитические, мы две соседние страны. Жизнь наших людей очень сильно зависит от наших решений. Вот как с Приднестроем, да? Не нравится мне там это, но нужно общаться, потому что идет речь о жизнях людей, об их... И вот то же самое я на своем уровне неофициальном пытался наладить. И когда уже казалось, что-то уже... Нет, с Кишиневок декларация такая, что падает. То есть никакой ни дипломатии, ни протокола. Нет. И это очень чувствительно. Знаете, как для Воронина в свое время было фатально и то, что он сказал Путину, и Путин после этого сказал, что больше я не хочу с этим делом иметь дело. Также, к сожалению, для Додона и для Кику многие их высказания оказались фатальными. Но хорошо, господин Стурзе, давайте вспомним прошлую неделю, когда один из чиновников румынских вышел и бросил тень на качество той гуманитарной помощи, которая пришла в Молдову из Румынии. Я вам напомню, что руководство страны поблагодарило Румынию и сказало то, что это их личное дело, наших соседей, то есть за помощь соседей поблагодарили. Поэтому я не думаю, что к Румынии со стороны сегодня даже молдавских властей столь предвзятое отношение, не так ли? Не, ну ты когда говоришь, что твоя страна полна коррупции, а в Сучаве мрут как мухи пациенты и так далее. Но это был ответ на резкое заявление господина Муришану? Муришану не румынский депутат, он, кстати, говорил совершенно по делу. Он не говорил о пандемии, он говорил о том, что надо бы выполнять свои обещания, если вы хотите деньги от Евросоюза. возвращаясь к вашему вопросу, который, в принципе, он правильный. И я с исключением каких-то радикалов и так далее видел, что все-таки в Молдове не ввязались в эту дискуссию внутреннюю, румынскую. Тут есть один активист, проходимец, который какает на своих бывших коллег из здравоохранения. Сейчас он, кстати, должен все это доказать в прокуратуре, что, в принципе, не соответствует действительности, потому что, если вспомнить март-апрель, как снабжались, как перехватывались самолетами, с масками, с другими и так далее, может быть, кто-то и не совсем был аккуратный с техническими аспектами документов и так далее. Но вам могу вас заверить, не будет большого секрета сказать, что я лично участвовал в этой операции, скажем так, по помощи Молдове, что были нормальные абсолютно материалы предоставлены Республике Молдова. И это внутриполитическая проблема в Румынии. И я сожалею, что этот проходимец ввязал наши отношения по этой важной части помощи. Я считаю, что любая помощь от любого государства нужно сказать спасибо. понятна, я с вами согласна, господин Стурзе. Вот очень часто в средствах массовой информации пишут о том, что Румыния оказывает или пытается оказывать влияние на ситуацию в Молдове через своих сторонников и унионистские организации. насколько вообще это соответствует истине, на ваш взгляд? Я вам уже сказал, что нужно отличать официальную политику от различных гражданских инициатив. Чтобы вы понимали, что в Румынии нет двузначных разных они считают Басарабию румынской территорией. Это общий консенсус. Хотим этого признать, не хотим этого признать. Но с другой стороны существуют две тенденции. Одна на политическом уровне, на уровне серьезных политиков, которые понимают, что сегодня существует государство Республика Молдова и нужно признавать факт международно признанное. Сегодня говорить об какой-то унире и так далее, по крайней мере, это не является темой. И существует такая на обывательском уровне позиция. А, придут еще 4 миллиона человек, которых нужно кормить. На самом деле это нужно сказать, что и в Молдове существует достаточно рост сторонников этого движения унирия. Это в основном чисто экономическая. Кстати, господин Сторзе, скажите, а вот пользуются ли эти сторонники унирии влиянием в Румынии, вот эти местные, которые существуют в Молдове, унионистские организации? Не, на политическом уровне нет. Скорее всего, что нет. Не существует государственной политики, или вы не увидите открытой поддержки. Я даже знаю, на личном плане, ни одна из политических партий сегодня не ассоциируется с этими движениями, которые сегодня существуют в Молдове. это не значит, что они не имеют места быть, что эти люди не думают так, что они не считают так. Это их позиция. Ради Бога. Понятно. Господин Сторза, и вот в завершении нашей беседы, что в ближайшем будущем, на ваш взгляд, вы чувствуете будет в Молдове? То есть до президентских выборов кардинальных изменений не произойдет, как вы считаете? И очень важный вопрос, который я забыла вам задать. Был запрос в Конституционный суд, и Конституционный суд в ближайшее время решит, можно ли одновременно проводить президентские выборы вместе с досрочными парламентскими выборами. Нужны ли Молдове досрочные парламентские выборы, и как будет в ближайшее время развиваться ситуация политическая в стране, у нас? Ну, я не стану комментировать решения, будущие решения Конституционного суда, я надеюсь, что они будут в рамках Конституции и закон, которые, в принципе, очень четко на это. А нужны ли эти выборы? Думаю, что да, к сожалению. Нужно готовиться для того, чтобы, я думаю, что все понимают, что нужно очистить парламент. Это надо было, кстати, делать и в прошлом году, потому что, когда создали эту коалицию временную, нужно было готовить выборы, а не заниматься управлением и так далее. Это несовместимые, в принципе, вещи. Я думаю, что нас ждет достаточно турбулентное лето. Это связано с набором, с одной стороны, олигархов, которые, как я уже сказал, они хотят хаоса. С другой стороны, нарастание всех проблем, экономических, медицинских и так далее. Будет очень сложно удержать эту ситуацию от каких-то сценарий турбулентного характера, что, кстати, я думаю, что необходимо избежать. А вот какие сценарии, что вы вкладываете в понятие турбулентного характера, что это может быть? Что это может быть? Вы знаете, у нас массовые протесты проходили не только по убеждениям, у нас проходили и по экономическими стимулентами. Вспомним, как защищали правительство Филиппа, те девушки бальгазаковского возраста и так далее. Для этого существует и, к сожалению, у нас практика и подкупа и так далее, и провокации, что нужно избежать. Я думаю, что сегодня нам ничего не оправдать. А как избежать? Власть должна тогда поступать так, как поступают власти в Америке, подавляя протесты? Власти это совершенно отдельная тема. Давайте мы ее оставим на следующей передаче насчет Америки. Когда, кстати, по поводу следующей передачи, когда вы планируете приехать в Молдову? Как только откроются границы? Я думаю, что я приеду в ближайшее время, в ближайшие недели, но не уверен, что моя первая задача будет давать интервью на телевидении. Я, скорее всего, захочу пообщаться со своими родственниками и так далее. Я хочу, чтобы мы избежали хаоса и каких-то драматических событий и волнений, которые, естественно, власть нужно будет реагировать каким-то способом, защищая не столько себя, сколько, скажем так, порядок. Это неизбежно, что будет такая реакция. Но то, что нужно проводить парламентские выборы и очистить политическую поляну, это безусловно. Основная проблема, конечно, кто выиграет президентский выбор. Кто выиграет президентский выбор, тот будет иметь и инициативу, и поддержку населения. И тогда уже выборы парламентские, кто победит, это уже чисто технический вопрос. Понятно. Господин Сурзе, спасибо вам огромное за интересную беседу и за такие исчерпывающие, интересные ответы на столь важные для нас вопросы. Я очень надеюсь, что с позволением руководства и редакции канала мы с вами встретимся еще не раз уже в рамках нашей студии. И я желаю вам успехов и всех-всех благ. Спасибо еще раз огромное. Спасибо и вам и вашим слушателям, которые были столь щитры. Телезрителям. Дорогие телезрители, я напомню, что в эфире была программа «Главное». Сегодня у нас в эфире был специальный гость экс-премьер-министр Республики Молдова Ион Стурза. Я желаю вам хорошего вечера. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Впереди вас ждет много интересного. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова